Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает в Ападом. И сегодня я хочу представить замечательную книгу для детей о музыке. О классической музыке в издательстве ArtFalhomka выходит целая серия книг, и это первая из них. Музыка, секреты и секретики. Елена Сергеевская. Почему именно секреты и секретики? Потому что на самом деле музыка это такая секретная машинка, которая непонятно совершенно как устроена при простоте обращения с нею. Ребенок уже с детства знает, что песенки, танцы, веселые мелодии. Это так замечательно, это так забавно. Современный ребенок уже с молодых ногтей умеет их запускать, нажимая на кнопочку. Но совершенно не понимает, как все это устроено и почему одни мелодии ему нравятся, другие нет. И чем отличается легкая музыка от серьезной. То есть просто наслаждается жизнью, как и музыкой, как и рядом других вещей, доступных ему. Вот у меня дочка в два с половиной года уже, конечно, точно знает, какие песни она любит, под какую музыку она любит танцевать. Сейчас моя задача объяснить ей, ну, может быть, чуть позже, начинаем с простого, объяснить ей, что такое музыкальные инструменты, как устроена музыка, что такое ноты, где эти ноты появляются, где их можно увидеть, да, как это сделано изнутри. И вот Елена Сергеевская очень просто и доступно в красочной книге рассказывает о том, что такое музыка. Здесь мы найдем полный набор знаний, начальных знаний, предваряющих любое музыкальное обучение. Это и рассказ о том, чем отличается музыкальный звук от обычного. Вот прямо первый разворот, да, первая главка, из чего сделана музыка. Положительный персонаж называется очень образно, на мой взгляд, глава именно о музыкальном звуке. Высокие и низкие, длительность, обертоны, все это рассказано предельно понятно для ребенка и рассказано в тех терминах, которые, ну, легко усваиваются. Например, забегая чуть дальше вперед, скажу, музыкальный звукоряд, да, описывается следующим образом. Мы с вами изучили ноты, мы с вами изучили звукоряд, узнали, что это такое, да, мы с вами изучили, как это записывается, но это еще не обед, это еще не вкусные блюда, это лишь набор продуктов. Прекрасная метафора. Вот так очень просто поясняется, что из чего сделано, в какой последовательности это все стоит рассматривать. Вот идут у нас глава о длительности звуков, да, вот, вот у нас идет глава о силе звука, да, форте, пиано, да, сейчас будет страшно, называется глава. Вот, в пути пригодится это уже следующая глава, значит, здесь у нас объясняются некоторые термины, но вот с одной стороны, зачем маленькому ребенку знать, что такое квинта, что такое прима, терция, секунда, да, зачем ему знать что-нибудь, кроме слов форта и пиано, да, на самом деле это очень важно, потому что без привнесения вот этой вот довольно серьезной информации, дальнейшее, а книга заканчивается на довольно сложном уровне, я бы сказал, что это однозначно первый класс музыкальной школы, а не начальное самообразование там, или начальное занятие с ребенком, которое можно себе представить даже с не очень любопытными детьми, даже с родителями, не музыкантами, в любой, даже самой не располагающей классической музыкой обстановке. Совсем нет. Книга заканчивается как раз на уже довольно серьезном уровне знания о музыке, да, и вот особенно мне нравится то, что написанное предельно просто, да, книга рассказывает очень хорошо, очень насыщенно о довольно сложных вещах. Вот чему обрадовался Бах, да, у нас есть целый разворот, посвященный хорошо темперированному клавиру. Здесь не только рассказано, что была такая книжка, ну, точнее, нотное издание, в которой были пьесы, которые написал Иоганн Севастьян Бах, портрет такой с кудряшками, да, там все такое. Здесь рассказывается о значении этого произведения, да, для мировой классической музыки. Это первое. А также рассказывается об условиях появления этого произведения. Чему так обрадовался Бах? Тут я говорю, все гениальное, просто называется, глава именно в самое яблочко, что называется. Чему так обрадовался? Обрадовался настройке полученного инструмента, тому строю, который получился в результате модификации клавира, да. Вот так появился хорошо темперированный клавир, и здесь есть отдельная глава об этом произведении, и отдельная глава о настройке, настройка по верхмейстеру. Я думаю, что, конечно, ребенок будет спотыкаться на сложных словах и фамилиях, но без этих шишек, да, и синяков не существует вообще ни один, на мой взгляд, нормальный курс обучения началом какой-либо науки, да. Что у ноты в голове? Здесь у нас уже идет речь о нотной записи, причем довольно подробной нотной записи, будут и ключи, будет и объяснение различных специальных знаков нотной записи, да. Потрясающе просто и хорошо рассказано, как нота сидит на своей линейке. Бывают ноты булочки, это те, которые сидят между линейками, и ноты бусинки. Линейка проходит сквозь нотную головку. Действительно, бусинки – это как раз то, что посередине пропускает ниточку, да, то, что пропускает строчку нотного стана посередине головки ноты. А ноты булочки, они аккуратно помещаются между двумя строчками. Просто, ясно, и можно показать на пальцах, взяв любые бусы, да, любое, то есть, как это устроено. И ребенок уже никогда не забудет, чем отличаются одни виды ноты от других. Гениальное изобретение. Это действительно так, и вот эта маленькая глава вступления предваряет дальнейший рассказ о нотной записи. Ключики. А ключик, как сказано, все, что должно быть сказано в этом развороте. Вот. А потом замечательная совершенно глава, что написано пером. Это миниатюрный, совершенно уложенный в несколько предложений, очерк истории нотной записи. То, что мучительно рождалось на протяжении нескольких веков, и в разных странах по-разному были довольно оригинальные изобретения, да, пока, наконец, не пришел Гвида из Ореца, да, и не сделал то, что он сделал, да. Спасибо Гвида, называется эта глава. Действительно, спасибо, потому что мы очень мало знаем о его жизни, да, но мы точно знаем, что это тот самый первый человек, который впервые попробовал записать звуки в музыке именно так, как это делаем мы сейчас. С небольшими, конечно, улучшениями, дополнениями и небольшим развитием. Вот здесь у нас клавиатура пианино. Наконец-то мы добрались, да, до рассказа об октавах. Вот. А здесь в этой главе объясняется, почему октава называется то первой, то малой. Есть еще и другие. Вот все расписано, все показано разным цветом. Вообще, надо сказать, что об оформлении я потом скажу отдельное похвальное слово в конце рассказа. Вот. Дальше идет ритм, жанр и так далее. То есть, речь идет уже о большее... Сейчас я только найду, где у меня балерины танцуют на клавиатуре. Совершенно замечательные вот. Ага, вот. Посмотрите, как нарисована малая терция и большая терция на клавишах Портевьяна. Совершенно, по-моему, очаровательно сделано и очень смешно и приятно для ребенка, для детских глаз. И, наконец, рассказ о музыке завершается рассказом о том, где музыка вводится, к музыке в гости называется, да, как ходить на концерт, что это вообще такое. Вы знаете, это очень важная глава. И в книге, посвященной теории музыки, ну, говоря взрослым языком, она обязательно должна быть вот такая практическая, такая рассказывающая о каких-то условностях и традициях, связанных с концертированием, с прослушиванием классической музыки на концертах. Почему? Потому что многие дети напрочь лишены возможности послушать большой симфонический оркестр или настоящий концерт музыкальный. Не сложно догадаться по каким причинам, вовсе не обязательно по финансовым, да, просто не каждому повезло, что называется. И когда, наконец, выпадет, ну, выпадет счастливый шанс, да, побывать в большом городе, в областном центре, в местах, скажем так, засиженных цивилизаций, да, значит, будет широкий выбор, на что потратить отпущенные несколько часов. Вот на денек приехали куда-то и так далее, да, или проездом где-то, или вот есть даже целая неделя на осмотр прекрасного города, да, а если, не дай бог, в Москву или в Питер ребенок попадает, то он, там глаза разбегаются, да, и, конечно же, после того, как будет выполнен пункт номер один, вы же понимаете, Макдональдс, да, то станет большой вопрос, куда идти. И вот, чтобы ребенок смог не получить навязанную ему порцию культурных благ, а самостоятельно все-таки, отчасти самостоятельно решиться на подобный шаг, может быть, если повезет сказать, что он хочет пойти в музей или на концерт, а если не так повезет, то, по крайней мере, согласиться с этим решением родителей и получить порцию удовольствия от этого, да, не просто волнение от похода в незнакомое место. Вот такие практические нотки в этой книге постоянно рассыпаны по страницам, потому что они немножко смягчают удар об искусство, скажем так. Если вы начинаете учить ребенка музыке, или если вы начинаете пытаться как-то привить ему вкус к настоящему серьезному искусству, да, пойти с ним в театр, допустим, еще что-то, придется не только нормам поведения учить. Это как раз самое простое. И строгость здесь не главная. Просто хорошо воспитанный ребенок, он хорошо себя ведет везде, где угодно, в электричке и в театральной ложе, пожалуйста. А, значит, именно само восприятие искусства требует некоторой подготовки, требует понимания, что ты в особом культурном пространстве находишься, говоря, опять же, взрослым языком. И здесь действуют другие законы. И здесь, может быть, и смешно не то, что тебе смешно каждый день с ребятами, да, в классе. И, может быть, и страшно, не то, что страшно, поздно вечером, когда просматриваешь очередной фильм ужасов тайком от родителей, вот, здесь все по-другому. И вот это по-другому, это и есть язык классического искусства, который надо выучить. Музыка, искусство, с одной стороны, абсолютно свободное, абсолютно понятное, нота одинаково звучит на всех языках у Эрм Стронг. Этот афоризм я тоже взял из этой книги, потому что она насыщена, кстати, очень хорошими, хорошо подобранными высказываниями о музыке. И, конечно, этот язык искусства, язык музыки, он глубоко формализован внутри. Его постигать и постигать, да, этому учатся много лет в музыкальных учебных заведениях. А если ты просто слушатель, тебе просто хочется, чтобы ребенок тоже получал наслаждение не только от той музыки, которая свойственна юному возрасту, но и от чего-то более серьезного, то тебе обязательно нужно и самому, что называется, узнать побольше, и ребенку рассказать немножко теории. Итак, последняя глава, и что уже конец, спрашивает нас. «Стоп, пока хватит, мы не собирались в одной книжке открыть тебе все секреты музыки». Честно говоря, подозреваем, что и сами не все их знаем. Такое честное признание, такая вот завершающая главка, обещающая как раз то, с чего я начинал. Это целая серия книг замечательных по музыке. Вот эта первая, она такая стартовая, она наиболее универсальная, да, она охватывает самые разные сферы музыкальной теории, изложенные предельно просто «Младший школьник, оптимальный возраст». Вот, при этом степень сложности материала доходит до очень большой высоты, освежить какие-то знания, если, конечно, ребенок не учится в музыкальной школе и не специально занимается на каком-то инструменте, так вот, такой немузыкальный ребенок может очень даже серьезно подтянуть, там, свежить свои знания, уже даже и в средних классах школы. Взрослому эта книга заставит еще одно отдельное удовольствие. Вы заметили, какая она яркая? Присмотритесь потом, когда будете листать ее, насколько изобретательно сделаны иллюстрации. Это очень здорово, когда гармонично, когда не вызывая диссонанса, на странице представлены и калаш, и кусочек фрагмента старинной гравюры или фотографии, и какие-то схемы пояснения таблички, да, неизбежные при рассказе о любой теории. Все это смотрится настолько единым целым, что абсолютно не возникает никакого желания почистить текст, да, от ярких впечатлительных картинок, которые могут ребенка отвлечь. Наоборот, по-моему, каждый раздел проиллюстрирован оптимальным количеством зрительных образов, прекрасно запоминающихся, а все в целом производит впечатление необычайной современности. Вот эта книга о музыке для детей, которая производит впечатление действительно сделанной в 20-21 веке. То есть прекрасен, конечно, такой флер романтический у старинных книг с пожилотевшими страницами, с черно-белыми гравюрами, где аккуратные в таких паричках, значит, с буклями музыканты играют на скрипочках, да. И все это совершенно чудесно и абсолютно неинтересно современному ребенку. Он видит другие краски, он видит другие формы. Это прекрасно понимают архитекторы, дизайнеры. Вот они, я думаю, что сказали бы это гораздо лучше меня сформулировали. Эта книга о современном классическом искусстве. Она на всю глубину просматривает традицию классической музыки, да, но при этом она исполнена так, как будто классическая музыка родилась вчера, прямо вот в современных жанрах, в современных формах. И ребенка уже не будет вызывать ни доумения, ни вид концертного зала, если это современное здание, ни форма неоформления, да, ни какое-то художественное сопровождение различных форм классического искусства. Потому что он будет с самых ранних лет приучен именно к такому языку, к языку современного искусства. Ну ладно, это маленькое отступление. Скажу просто, эта книга потрясающе оформлена. Я думаю, что доставит много удовольствия и моей дочке, в том числе, когда она немножко подрастет. Пока мы с ней только картинки осматривали, она у меня уже узнает некоторые музыкальные инструменты, ну а до остального нам еще расти и расти. Итак, о музыке просто. Елена Сергеевская. Напоминаю, первая книга из целой серии. «Музыка. Секреты и секретики». Здесь действительно раскрыты все основные секреты в начальном знании о музыке, да. Издательство «Арт Волхунка». Читайте, наслаждайтесь. Потрясающая книга.